Австралия. От Большого Барьерного Рифа до Дикого Аутбека здесь властвует необузданная природа. И в 2015-м природа обернулась против людей. Я крикнул, «Греби, акула!» Девять ужасающих нападений. Она трепала меня, как кусок мяса. Его разорвало пополам. Под угрозой традиционный уклад жизни. Исследователи изучат тот опасный год. Возможно, их выводы затронут все побережья мира. Когда акулы нападают Байрон Бэй – спокойный, счастливый городок. Популярное место для серфинга. Здесь царит дружелюбная атмосфера. В 2015-м Джабиас Ритман регулярно плавал на доске неподалеку от своего родного города Байрон Бэй. Я родился у воды. Первую доску получил, когда мне было пять. Я люблю океан. Он похож на сладкий сон. Более 80% австралийцев живут у побережья. И многие считают океан вторым домом. Они делят эти воды с четвертью мировой популяции акул. С ковровыми акулами, живущими на дне. Со скитальцами Мако. С мирными китовыми акулами. И грозными тигровыми. Несмотря на соседство с хищниками, австралийцев и американцев с большей вероятностью поразит молния, чем укусит акула. Но в тот день Джабезу Ритману не повезло. Байрон Бэй, Австралия. 8 февраля 2015-го. Мы с подругой пришли на пляж. Погода была отличная. Много волн, а в океане никого. Мы вошли в воду. Мимо проплыла большая стая дельфинов. Штук 40 или 50. Они были повсюду. Ощущение необыкновенное. Было здорово, я так обрадовался. Я лёг на доску и поплыл. Вдруг услышал рядом всплеск. Я подумал, что это дельфин, и немного отплыл. Но я ошибся. Секундой позже, я уже под водой. И меня кто-то треплет. Вынырнув, я крикнул, «Гриби! Акула!» Ритман с подругой поспешили на берег. Я добрался до пляжа, ощупал свой бок. На нём не было мяса. Включился режим выживания. Единственной мыслью было, мне нужен врач. Джабес самостоятельно доехал до больницы. Там медики занялись рваными ранами на его правом боку, тянувшимися от плеча до бедра. Из спины Джабеса было вырвано около полкилограмма плоти. Мне наложили 69 швов. Повезло, что укус пришёлся туда, а не в голову или в ногу. Тогда бы я, скорее всего, погиб. На Джабеса напали на востоке Австралии, в водах у Байрон-бэй. На отрезке побережья, длиной около 65 километров, к югу от города акулы бросаются на людей. Но редко. Однако в 2015-м началась эпидемия. Джабес стал второй жертвой в этом районе. В предыдущую декаду ежегодно случалось в среднем по одному нападению. Плюс на календаре был всего лишь февраль. Местные жители требовали ответов. Сёрфинг – часть нашей жизни, но с акулами мы встречаемся редко. Когда нападения внезапно участились, все запаниковали. Был нарушен баланс. Нападения акул пугают. В городе тогда серьёзно об этом задумались. Люди сказали «стоп!» Что происходит? Причина нападений была неизвестна. Чтобы получить зацепку, требовалось установить вид напавшей акулы. Согласно первым сообщениям, Джабеза укусила самая грозная из хищных рыб – знаменитая большая белая акула. Большие белые акулы достигают размеров пикапа, улавливают запах жертвы на расстоянии полукилометра и рассекают её плоть пятью рядами острых, как бритва зубов. Их любимая добыча – млекопитающие, такие как морские котики, морские львы и дельфины. Мимо проплыла большая стая дельфинов, штук 40 или 50. Рядом с первой жертвой из Байрон-Бэй также были дельфины. Поможет ли их присутствие объяснить нападение? Чтобы найти ответ, эксперт по акулам доктор Дэн Хьюбер проанализировал фотографии. У Джабеза серьёзная рана на спине, сверху справа у лопатки и небольшая рана тут на бедре. Судя по их расположению, длина акулы составляла от двух до трёх метров. Размер – ключевой фактор. Белая акула длиной от двух до трёх метров довольно молода и, по сути, является подростком. В ходе процесса взросления юные акулы переходят от охоты на рыб к охоте на крупных млекопитающих, таких как дельфины. Будучи неопытными, они могут ошибиться. Белые акулы могли приплыть к Байрон Бэй, чтобы поохотиться на дельфинов. Судя по всему, они напали на людей по ошибке, приняв их за свою обычную добычу. В случае таких ошибок юная акула обычно наносит один укус, осознаёт свою ошибку и уплывает. Чтобы объяснить механизм нанесения укуса, Хьюбер подготовил удивительную демонстрацию. Это челюсти и череп двухметровой песчаной акулы, близкой родственницы белой акулы. У них есть особенность, которая кажется мне очень интересной. В отличие от нас, у акул верхняя челюсть не слита с черепом. Она способна двигаться отдельно от него, что позволяет акулам выбрасывать её вперёд. Благодаря этому свойству челюстей акулы могут наносить укусы неожиданно. Способность буквально выбрасывать челюсти прямо на добычу обеспечивает им серьёзное преимущество в охоте. Для демонстрации Хьюбер использует глиняную модель, которая изобразит жертву акулы. Приближаясь к добыче, акулы запрокидывают голову. Затем, по мере подъёма нижней челюсти, верхняя выстреливает вперёд из черепа, и зубы вонзаются в жертву. Зубы на нижней челюсти удерживают её, а зубы на верхней наносят большую часть повреждений. В итоге, подаваясь назад, акула вырывает крупные куски плоти. Так она и питается. Такая модель укуса соотносится с ранами, нанесёнными Джабезу, и указывает на то, что его схватили по ошибке. Случилось следующее. Зубы на нижней челюсти вошли в бедро, а зубы на выдвинутой вперёд верхней челюсти вырвали крупный кусок плоти. Неужели за оба нападения в Байрон-Бэй ответственны юные неопытные акулы, которые просто приняли людей за добычу? Эта теория звучала правдоподобно. Когда пловцы или сёрферы видят водить дельфинов, в любой точке мира обычно это означает, что пора уплывать. Все сочли, что жертвы оказались не в том месте не в то время. И если посетители пляжей не будут плавать рядом со стаями дельфинов, всё вернётся в норму. Но на следующий же день случилась трагедия. Балина, Австралия, 9 февраля 2015-го. Рано утром местный сёрфер Тадаши Накахара вошёл в воду. Он обожал сёрфинг. Его можно было увидеть в воде каждый день. Тадаши пересёк волну, и вдруг прямо перед ним возникла огромная фигура. Мгновение спустя случилась беда. Акула появилась неоткуда. Будто астероид упал с неба и вошёл в воду. Одним укусом акула разломила на три части доску для сёрфинга и лежавшего на ней Тадаши. Его разорвало пополам. Другие сёрферы вытащили Тадаши на берег. Прибыли медики, чтобы оказать ему помощь. Ситуация была критической. В том нападении он потерял обе ноги, что повлекло обширное кровотечение. Когда его вытащили на песок, он уже был мёртв. Гибель Тадаши шокировала местных жителей. Знакомые оплакивали его смерть. Я сделал для Тадаши такой деревянный памятник, чтобы его семья могла приходить к нему. Все горожане сплотились. Мы провели на пляже чудесную церемонию. Нам очень не хватает Тадаши. он всегда умел развеселить. Он оставил след в наших душах. Тадаши погиб в результате третьего нападения акулы в районе Байрон-бэй в 2015 году. Всего за шесть недель произошло больше нападений, чем в предыдущем десятилетии происходило за год. Несколько ближайших пляжей сразу же закрыли. Местные жители были ошарашены. Смерть Тадаши поразила всех. Акула откусила ему обе ноги. Следующие пару месяцев серфингом занимались единицы. На тот момент люди панически боялись плавать в океане. И не зря. Причина неожиданного всплеска нападений оставалась неизвестна. Некоторые считали, что виной всему неопытные юные акулы, принимавшие людей за добычу. Но, по словам свидетелей, белая акула, укусившая Тадаши, была около четырех метров в длину. Судя по размеру и силе укуса, она была взрослой. Теория о молодых акулах была опровергнута. Проблема Байрон-Бэй усугубилась. Быть может, причина всплеска заключалась не в возрасте хищников, а в их количестве. По словам местного рыбака Крейга Ньютона, популяция больших белых акул в районе Байрон-Бэй возросла. Я хожу в океан рыбачить уже 42 года. В 80-х большие белые акулы встречались редко, а в последние годы мы заметили, что их стало больше. Наблюдение Крейга подтвердил законодательный акт. В 99-м году правительство Австралии запретило убивать белых акул в попытке восстановить их уменьшающуюся популяцию. Крейг полагает, что этот план решил одну проблему, но создал другую. Сейчас воды Австралии практически кишат белыми акулами, и они все чаще и чаще сталкиваются с людьми. Неужели рост популяции акул вызвал всплеск нападений? Доктор Дэн Хьюбер полагает, что ответ на этот вопрос связан не только с защитой существующих акул, но и с рождением новых. Все сводится к деликатной теме. Спариванию. Перед вами обыкновенная кунья акула. Это самец, на что указывает наличие птеригоподия. Птеригоподий – копулятивный орган самцов-акул, образованный выростами брюшных плавников. Один из них перекрещивается с другим и вводится в самку. Внутри него находится бороздка. По ней проходит семенная жидкость, и сперма попадает в самку и оплодотворяет яйцеклетку. Чтобы удержать тело партнерши рядом, самцы используют жестокий метод. Они спариваются, раскачиваясь из стороны в сторону. У самцов нет рук, поэтому они кусают самок за грудные плавники, чтобы выровнять положение тел, ввести птеригоподий в самку и оплодотворить яйцеклетку. Для защиты от таких укусов у многих самок акул кожа стала толще, чем у самцов. Но как часто происходит спаривание? И как эта информация поможет объяснить нападение в Байрон-Бэй? К 2015, когда произошла серия атак, белые акулы считались в Австралии охраняемым видом уже 16 лет. Самки достигают репродуктивного возраста в 15 лет. Беременность длится довольно долго. Самки производят на свет около семи детенышей раз в два года. Акулы размножаются более медленными темпами, чем большинство рыб. Тунец, например, способен производить миллионы икринок при каждом спаривании. За 16 лет под защитой на свет появилось лишь одно поколение больших белых. Их популяция изначально была скромной, и, что важнее, размножаются они не так часто. Такого отрезка времени не хватило бы для резкого увеличения числа акул. Некоторые эксперты полагают, что численность больших белых акул в Австралии немного возросла. Но доказательств этому пока нет. Разговоры о демографическом буме оказались необоснованы. Причина всплеска нападений оставалась тайной. К июню еще два человека стали жертвами больших белых акул. Количество нападений выросло до пяти. С увеличением числа атак все больше местных жителей начали избегать океана. Но не все были так осторожны. В 2015-м серфер Мэтт Ли считал, что никогда не встретит акулу. Я никогда не задумывался о нападениях акул. да, кого-то укусили, но это не мешало мне заходить в воду. Балина, Австралия 2 июля 2015-го Около 9-ти утра Мэтт отправился поплавать с парой друзей. То утро ничем не отличалось от других. Людей вокруг было мало. Мы плыли по волнам, как обычно. пробыли в воде минут 20, прежде чем все случилось. Я плыл, и вдруг посмотрел вниз. Там я увидел акулу. А потом она резко всплыла. Она схватила меня за обе ноги. Я кричал. Мне казалось, что ноги попали в огромные тиски, которые давят все сильней. Я подумал, надо заставить ее меня отпустить. Я увидел, что голова акулы торчит над водой. И ткнул пальцем ей в глаз. она меня отпустила. Друзья Мэтта вытащили его на берег. Они попытались остановить кровотечение, панике ожидая прибытия врачей. Я быстро терял кровь, а потом начал засыпать. Друзья старались не дать мне потерять сознание. после нападения Мэтт неделю провел в медикаментозной коме, пока команда врачей проводила срочные операции, чтобы спасти его ноги. Когда я очнулся, то обрадовался тому, что жив. Я потерял много мышечной массы в бедре. Нервные окончания на обратной стороне колена разорваны. Но хожу я почти нормально. Так что я рад. Мэтт стал шестой жертвой нападения акул в районе Байрон Бэй. А на следующий день появилась седьмая. Семь нападений всего за семь месяцев. На фоне непрерывных атак было отменено крупнейшее в стране соревнование юных серфингистов. Люди считали небезопасной и безумной затеей входить в воду у Байрон Бэй. Причина нападения оставалась невыясненной. Но затем появилось леденящее душу видео, которое могло дать ответы. Его сняли в день нападения на Мэтта всего в 500 метрах от берега. На нем группа акул, включая трех больших белых, поедала мертвого кошелота, одного из многих китообразных, живущих у берегов Австралии. В той области происходит уникальное явление, привлекающее этих животных в больших количествах. Австралийская миграция китов. Ежегодно тысячи горбачей путешествуют на север в теплые воды, чтобы родить детенышей. Во время этой миграции у восточного побережья Австралии можно увидеть их поразительные акробатические трюки. Но, по словам местного жителя Дэна Вебера, киты приходят не одни. Вероятно, это один из факторов, привлекающих акул. Неужели мигрирующие киты приманивают в этот район акул, бросающихся на людей? Я всегда считал, что виноваты киты. Эксперт по акулам Йохан Густавсон изучил эту теорию и маршруты миграции китов. Информация со спутниковых передатчиков, уже полученная и получаемая нами, показывает, что во время миграции китов белые акулы движутся с ними одними маршрутами. Густавсон считает, что акулы следуют за китами, поскольку те являются для них источником пищи. Кит ценная добыча, потому что он богат жиром. Чем больше китового мяса съест акула, тем больше она насытится и запасется энергией. Дело не только в питательности китов. В 2015-м их популяция выросла до невиданных размеров. В 90-е годы горбачей признали охраняемым видом, и с тех пор их число увеличивалось примерно на 10% в год. Поэтому мимо восточного побережья Австралии проплывает более 25 тысяч мигрирующих китов. И это еще не все. У Байрон-бэй есть особенность, отличающая его от других пунктов маршрута китов. Это самая восточная точка Австралии. Здесь они подходят к берегу совсем близко. Киты подплывают на расстояние 50-100 метров. Люди видели их там, где сейчас стоим мы. Значит, чем больше китов, тем больше за ними приплывают акул, оказываясь в опасной близости от местных пляжей. Стоило взглянуть на даты нападений. Нападения случались не во время миграции китов. Причина в другом. Примерно половина инцидентов пришлась на сезон миграции китов, но оставалась еще половина. Объяснить атаки не удавалось, и жителей Байрон-Бэй охватила паника. Все спрашивали меня, тут есть акулы? Их здесь видели? Мы вздрагивали от сирен скорой помощи, думали, что произошло новое нападение. Страхи людей вскоре оправдались вновь. 2015 год. Район города Байрон-Бэй, Австралия. Там произошло семь загадочных нападений акул, поэтому многие местные жители боялись заходить в воду. Но некоторые серферы были готовы рискнуть. серфинг у меня в крови. Он как религиозный ритуал. Я слушаю шум волн, слушаю жизнь, слушаю природу. В июле местный серфер Крейг Айсон вместе с другом направился на пляж. Мы знали об акулах, довольно часто обсуждали случившееся. Но решили, что в тот день в воде будет безопасно. Эванс Хэт, Австралия, 31 июля 2015 Тут все и случилось. На пляже в Эванс Хэде. Там каменная стена, а на другой стороне река. мы с Джеффом вошли в воду часов шесть. Поплыли туда, где увидели небольшие волны. Там отличное местечко. Между нами возник акулий плавник. Она ждала шанса напасть, и все не уплывало. Крейг попытался обогнать хищника. Я знал, что дело плохо. Мы начали грести, и я следил за акулой, пока мы работали руками. Мы почти подошли к берегу, и я подумал, отлично, мы спаслись. Обернулся, но акулу не увидел. Я поднял голову, она была передо мной, взлетела в воздух. Бах, бум, словно бомба. Укусила меня за руку и за ногу. Трипала, как кусок мяса. Я начал ее бить. Ударил один раз. Бесполезно, она и не заметила. Еще раз, ничего. Если бы в третий раз я промахнулся, я бы погиб. крэйг я попал куда надо, и она отступила. Крейг выбрался на берег. Прохожие поспешили ему на помощь. У меня отовсюду шла кровь. Я подумал, все кончено. В больнице Крейгу 10 часов оперировали кисть, предплечье и бедро. Сейчас он полностью оправился. Врачи совершили чудо. Ладонь была разрезана, этот палец развалился на две половинки. Тут был разрыв, этот палец едва держался. Чтобы откусить мне ногу, акули не хватило полмиллиметра. Следы на доске Крейга показывают, какой страшной была эта встреча. Она почти прокусила доску. Надавила бы зубами чуть сильнее, и я бы умер. Если бы не тот случай, я бы до сих пор катался. Единственным, что могло помешать мне заниматься серфингом, была акула, и она помешала. Сразу после нападения на Крейга власти вновь закрыли пляж. Инцидент стал восьмым в районе Байрон Бэй. В предыдущее десятилетие ежегодно случалось примерно в шесть раз меньше атак. Завсегдатые пляжи хотели знать, что вызвало этот пугающий всплеск нападений. Подсказку могло дать место, где напали на Крейга. Туда прибыл местный эколог Ричард Гейтс. Взгляните, это пляж, на котором произошло нападение акулы, а здесь находится устье реки Эванс. Ричард был уверен, что состояние реки поможет понять природу атак. В районе Байрон Бэй он самостоятельно провел исследование качества воды и после инцидента с Крейгом нашел доказательства существования проблемы. После нападения на Крейга Айсона я отправился на пляж. Если вы взглянете на материал, который я тогда собирал, то увидите грязь, грязь, грязь и так день за днем. Аэроснимки местности, сделанные через три дня после нападения на Крейга, не только подтвердили находки Ричарда, но и установили причины необычного загрязнения воды. Река была углублена. В процессе углубления водоема с его дна убирается осадок. Ричард полагал, что в этом и заключается разгадка тайны. У нас здесь много акул, но нападать на людей они начали только в 2015. Я считаю, что недавнее углубление реки и создало эту проблему. Но как углубление реки вызвало рост числа нападения акул? Ответ мог изменить жизни бесчисленного количества людей, живущих вблизи от рек. В 2015 году жители австралийского города Байрон-бэй были потрясены серией необъяснимых нападений акул. Всего за 7 месяцев случилось 8 инцидентов. Больше, чем за 5 предыдущих лет вместе взятых. Некоторые полагали, что всему виной углубление реки. Эксперт по акулам Йохан Густавсон изучает влияние качества воды на морских обитателей. Это вход в Тихий океан. Отличный пример крупного устья реки, в котором многое сталкивается. Подобные эстуарии часто встречаются в районе Байрон-бэй. Более того, на этом отрезке побережья столько рек, что его называют северным речным регионом. Воды большинства устьев богаты пищей, которые питаются популяцией рыб. А там, где обитает много рыбы, можно встретить много акул. Но когда реки углубляют, вода становится мутной из-за ила. Множество акул, особенно большие белые, в охоте полагаются на зрение. Так они находят и опознают добычу. Но если вода в реке мутная, то видимость падает. И вместо зрения акулы начинают полагаться на другие чувства. в отличие от людей, у которых имеется пять чувств, у акулы их семь. Одно предназначено специально для охоты при низкой видимости. Даже если акула не видит добычу, она способна ее почувствовать. В этом ей помогает система боковых линий. Густавсон демонстрирует ее на примере особи из своей лаборатории. Перед нами акула-молот. У тела такая же форма, как у большой белой акулы, но голова у молота более плоская. Боковая линия проходит здесь. Боковая линия орган чувств, тянущийся по всему телу акулы. На поверхности он похож на линию, но сам орган представляет собой трубку, спрятанную под кожей. режу прямо по боковой линии. Как видите, здесь идет маленькая трубка. Заполненный жидкостью канал повышает охотничье мастерство акул. Его устилают бесчисленные нервные клетки, улавливающие малейшие вибрации в окружающих водах. Благодаря этой удивительной системе акулы улавливают в воде малейшие движения и изменения. Они буквально чувствуют, где находится добыча. Боковая линия акул настолько чувствительная, что они способны на расстоянии сотен метров уловить движение морских котиков. Но как использование боковой линии в условиях плохой видимости связано с нападениями на людей? Если человек окажется в мутной воде, акула почувствует колебания, которые он создает. Она будет неспособна отличить его от своей добычи и поэтому решит напасть. Неужели все нападения в 2015 были вызваны тем, что в мутной воде акулы принимали людей за привычную пищу? Полученные данные говорили об обратном. Из восьми нападений лишь пять произошли рядом с устьями рек, некоторые из которых даже не углубляли. Углубление рек могло сыграть свою роль в нападении на Крейга, но не объяснило общий всплеск. Не исключено, что место, где происходили атаки, важно по другой причине. В поисках совпадений, которые могли дать ответ, доктор Дэн Хьюбер отметил на карте все нападения акул на восточном побережье Австралии в 2015-м. Он обнаружил нечто странное. Мы изучали серию нападений акул в прибрежных районах города Байрон-Бэй, но, как оказалось, нападения проходили на более крупном отрезке побережья. На самом деле в осаде находился весь штат. Вдобавок к нападениям в Байрон-Бэй, по всему новому южному Уэльсу произошло еще 11. Общее число составило 20 атак. Три раза больше, чем обычно случается в штате за год, что могло вызвать последствия, проявившиеся не только в городе Байрон-Бэй, но и на отрезке побережья длиной две с лишним тысячи километров. Хьюбер проанализировал метеорологические данные и обнаружил важную зацепку. Оказалось, что в 2015 году случилось мощное Эль-Ниньо. Эль-Ниньо сложный погодный феномен, рождающийся в Тихом океане, но влияющий на климат и течение по всему миру. Похоже, он являлся недостающим кусочком мозаики. Эль-Ниньо способно оказывать сильное влияние на экосистему. Очевидно, что между ним и вспышкой нападения акул существует связь. Как же Эль-Ниньо объясняет всплеск атак, случившийся в 2015-м? Ответ вызвал шок не только в Австралии, но и на всех побережьях мира. В 2015-м году в австралийском штате Новый Южный Уэльс произошло 20 нападений акул на людей. Исследователи спешили разгадать смертельно опасную тайну и, вероятно, нашли ключевую улику. Эль-Ниньо феномен, влияющий на пляжи всего мира. Исследователь акул доктор Дэрил Макфи изучает прибрежные экосистемы более 20 лет. Он полагает, что Эль-Ниньо могло изменить географию океанского дна у побережья Нового Южного Уэльса. В 2015-м рыбаки-любители сообщили мне об образовании на данном отрезке побережья глубоких желобов. Океанический желоб представляет собой длинную глубокую впадину. Один такой Макфи обнаружил рядом с берегом. Тут рядом с пляжем мелководье, а это зеленоватая полоса воды, идущая параллельно берегу, более глубокая. За ней снова расположена небольшая отмель. Желоб маленький, но крупные формируются так же. Эль-Ниньо нарушает господствующие в Австралии пассаты, ослабляя их и даже обращая вспять. Это приводит к беспорядочному движению осадочных пород и появлению отмели рядом с пляжами, что создает глубокие желоба. Прилив покрывает отмели, оставляет ампланктон и другую мелкую рыбу. Плотное скопление добычи привлекает крупных животных. Вдоль пляжа формируется шоссе, по которым стаи рыб подходят близко к берегу. Безусловно, некоторыми из них питаются акулы. В царстве животных есть правило, где добыча, там и хищники. Желоба, в которых питаются акулы, расположены у берега. В подобных условиях акулы оказываются совсем рядом с пляжем, там, где плавают серферы. И это еще не все. Ученые полагают, что Эль-Ниньо спровоцировало нападение 2015-го и другим способом. На побережье нового Южного Уэльса из-за Эль-Ниньо стало меньше облаков, и солнце нагрело поверхность океана. Специалист по акулам доктор Джоди Раммер уже два десятка лет изучает влияние изменения температур на морские организмы. В лаборатории мы изучаем, как повышение температуры на 1, 2 или 3 градуса влияет на перемещение и метаболизм ключевых видов рыб, в том числе детенышей акул. По нашим данным, оно производит серьезный эффект. Белые акулы особенно ему подвержены. Как правило, они поддерживают температуру тела на уровне, превышающем температуру воды. Потепление повысит количество энергии, необходимой акулам для комфортного существования. На все важные метаболические функции будет тратиться больше энергии, следовательно, потребуется больше пищи. Акулы, которым нужно больше еды, будут охотиться на новую добычу. Например, на людей. А благодаря еще одному эффекту Эль-Ниньо, людей в воде будет бесчетное количество. Эль-Ниньо меняет температуру воды, но также влияет и на температуру воздуха. Становится очень жарко. 2015 год стал самым жарким в Австралии за всю историю наблюдений. Это изменило поведение не только акул, но и людей. Чем занимаются люди в год Эль-Ниньо? Осадков мало, воздух сухой, жара бьет все рекорды, поэтому они больше времени проводят в воде. Похожая всплеск нападений в новом Южном Уэльсе стал результатом мощного Эль-Ниньо. Феномен изменил среду обитания акул, повысил их потребность в еде и привел ближе к берегу, как раз когда на пляжах находилось огромное количество людей. Но влияние Эль-Ниньо распространяется не только на Австралию, в том числе из-за повышения температур воздуха и воды в 2015 году было зафиксировано рекордное число нападений акул по всему миру. Этот год считается самым опасным за всю историю наблюдений на данный момент. Редактор субтитров Корректор А.Егорова